Субтитры создавал DimaTorzok Сидел человек дома, ничего не видел, ничего не слышал, играл в компьютер Может быть даже и дома не выходил, но уж трудно А тут ему предлагают движение, общение Когда человек начинает общаться, ему это более интересно Начинает углубляться во что-то, познавать мир Через познание мира, поэтому человек социализируется и получается очень хорошо Все, один бой Все хорошо А мама не призывай Подошли, подошли сюда Все у вас хорошо Ошибки были? А как там? Меня зовут Сергей Лутов Я тренер рейзонской футбольной команды для людей с серебральным проличом В конце 90-х выступал за сборную России Тогда мы как раз выиграли Кубок мира и стали серебряными призерами чемпионата мира Эмоции были очень сильные, положительные, радостные Начало проявлять стремление что-то людям дать Не только взять для себя, а еще начало отдавать Это, мне кажется, самое главное качество, чтобы чего-то добиться в жизни Твой труд, Сергей Васильевич, не пропал даром Твои воспитанники покоряют нашу сборную Меня зовут Петухов Алексей Всю свою сознательную жизнь я занимаюсь футболом Сейчас уже начал заниматься передачей опыта Ехал домой с работы, понял, что надо действовать И просто остановился у школы Зашел в гости, пошел напрямую в кабинет директора И говорю, хочу передавать опыт молодому поколению И мы начали заниматься Здорово, Савелие, Уминцев Вам спасибо на тренировку Давайте пятерочку отбиваем Раз, два, три Мы команда! Все, всем спасибо, ребят Отдыхаем На тот момент я даже не знал, что там дети с коррекцией, да, есть какие-то нозологии Ну и в тот момент я начал просто лопатить материал по работе с людьми с ограниченными возможностями Аккуратно Удар, Андрей! Это был необычный путь тренера Я понял, работая с этими ребятами, я пройду все вопросы вообще, все трудности Снимаем масочки, молодцы! Молодец, Андрюх, ты машина вообще у меня, да? Придется тебя в сборную привлекать Давай пятерку Красавец Когда я начал занятия проводить в школе, попалась под руку газета местная, где была целая страница или даже разворот, посвящен Сергею Лутову Прочитав, я понял, что я должен срочно познакомиться с этим человеком Мне казалось, он где-то далеко, потому что о нем пишут в газетах, он крутой Приветствую, мой друг, как дела? Отлично Ты меня потерял, говорят? Отлично, да? Я здесь, спасибо, да Третьи сутки уже стою и вду Твои все здесь? Мне игроки нужны Мы сейчас, вот, они все здесь, пойдем на площадку, да, решим Пойдем Ну, все оказалось намного проще, и мы с ним встретились, и оказалось, что мы просто единомышленники Да, и хотим развивать адаптивный футбол И мы с ним тоже ездили на обучение в Москву Обучение было от РФС совместно с Паралимпийским комитетом России Прогресс очень большой с точки зрения общения, во-первых Люди приходят более забитые, более подавленные Большинство инвалидов все-таки более замкнутые люди Им нужен какой-то толчок, чтобы они, ну, раскрылись Потом понимают, что они могут быть полноценными членами общества Выходят в люди, уже более так, это все равно толчок к жизни, к дальнейшей Иди забивай Ну, ты что сам не переоделся? Как команда сейчас выиграет? Ну, да Ну, ты что? Ну, ты что? Сначала что-то не получалось, потом раз – уже получается. Сейчас они уже крепкие ребята, они могли быть не крепкими без тренировок, они крепкие ребята, здоровые духом, мотивированные изнутри, заряженные на жизнь, как здоровые люди. Можно сказать, вот они из гадких утенков превратились в лебедей. Капитаны, капитаны, капитаны. Можно, можно, можно. И туда энергию, Вадик, туда энергию. Не на своих, а на чужих. Вадим Олещенко – очень целеустремленный человек. Если он какую-то цель поставил, то он будет ее добиваться, да. Но у него есть и обратная сторона, из-за этого он очень упрямый. Это не всегда хорошо. Я с собой никогда не доволен, потому что быть с собой довольным – это путь к деградации. Я все-таки хочу еще развиваться. До 13 лет я вообще не ходил, и врачи говорили, что ходить не буду. Попался массажист-реабилитолог, кто мне сказал, что спорт – это твоя возможность встать на ноги. Футбол меня еще как бы больше закрепил, я уже начал бегать. Реабилитация за счет футбола – она колоссальная. Особый подход только вот психологический, потому что каждому найти свой подход. Может, у каждого есть свои особенности. В плане физической я никогда специальных упражнений не давал. Организм сам знает, как ему лучше. То есть мозг сам адаптируется к этому движению. Меня зовут Никита Патрей. Я занимаюсь футболом с четырех лет. Привел к футболу мне дедушка, потому что сам занимался этим. Вот как с четырех лет я его полюбил, так я не могу с ним расстаться. Ну и не хотелось бы. Самый юный в команде у нас Никита. Потенциал большой, огромный на самом деле. К нему, в принципе, вопросов никаких нет, потому что я был таким же. Я так же бегал там за двоих, за троих. Как бы не нужно. Надо играть в удовольствие. Я сказал. Пожалуйста. Спасибо. Спасибо. Мы тоже так начинали в Рязани, вам честно скажу. Они так тоже. И давайте снова благодарим Российский футбольный союз за организацию соревнований. И бесконечные аплодисменты нашим спонсорам. Платежная система МИР. Футбол, на самом деле, это единственное место, где ты себя чувствуешь полноценно, ни в чем не ущемлено. Мы не хотим, чтобы нас жалели, потому что жалость нам ничто не изменит, по сути. Я командой очень доволен, да. Команда показала, что у нее есть характер. И есть, на самом деле, команда. Все очень старались. Некоторые даже показали более высокий уровень, чем до этого. Плохо. Очка фотографируется. Эх, не путевый. А сам, понял очка. Осторожно, я хочу. Осторожно, я хочу. Осторожно, я хочу. Осторожно, я хочу. Я Капучина, волосы. Дайте, а карты вон, она вон. А миссия одна. Сделать людей лучше, чтобы они к чему-то стремились. И в данном случае через футбол, через тренировки, через движение. И открим его во всей здоровье. Они все, в Vulkanед такова. И тут, разы успокоится. Еще немного не ideas. Послышу демонстрирую о военной степенности решеходового методом посл棄ателя.